Всем привет! Это Артём и мы в мастерской Banana Custom. Сразу хочу сказать, блин, ребят, подписывайтесь, вступайте в нашу группу. С нашего последнего видоса настало больше, это охренительно просто. Давайте ещё, пожалуйста. Что мы, собственно говоря, здесь сегодня собрались? А причина очень хорошая. Мы сделали ещё одну гитару. Это гитарка заказная. Форма, ну, если вы не знаете, вдруг, это Ктрила, это RR. RR это Рэнди Роудс, известный очень гитарист. В 80-х он играл вместе с Оззи Осборном. Что-то такое они тогда в те времена играли. В нулевые, конечно же, бы это прозвучало совсем по-другому, потому что вот эти формы гитар офигительно стали популярны среди ребят, которые играют Melodic Dead Metal, Metal Core, там, не знаю, Bullets on my Valentine и Children of Bodom. Это бы звучало как-то... Гитара, имеющая такую дерзкую форму, естественно, имеет свои конкретные плюсы и минусы. Про плюсы могу сказать сразу. Она не тяжёлая. Она имеет просто нереально крутой доступ к верхним ладам. Ладов могло бы быть тут ещё, наверное, штук 10. И, в принципе, всё равно до них можно было бы достать. Можно играть вот так, можно играть... Не знаю, если вы пианист, можете играть... Как маврин или двуручным, трёхручным, четырёхручным тэппингом. Но! Надо не забывать, что у этой гитары длинные рога, острые концы. И мы, наверное, можем делать ставки, сколько у нового владельца месяцев она продержится без того, чтобы этим рогом кому-нибудь зарядить в ребро. Также вы, наверное, обратили внимание, да, она висит у меня на ремне. Гитары таких форм, они идеальны для того, чтобы играть стоя. Когда ты такую гитару вешаешь на себя, ты чувствуешь себя как рок-звезда. Ты выходишь на сцену, и всё, все девки твои... Пацаны, короче, скорее всего, тоже твои. Всё, ты завоевал внимание, завоевал аудиторию. Итак, поговорим о гитарке, начиная с головы. Голова ревесная, за основу бралась, конечно же, джексоновская. Мы её немножечко видоизменили, она такая стала, была изящная. Здесь у нас шесть толков, это Готах, это Япония, они локовые. Передаточное соотношение 18 к дому, они плавно настраивают, они хорошо держат строй. Бриджи здесь тоже японский, здесь остальные сёдлышки. И самое главное, он утолклен в корпус. Это влияет на общую толщину гитары и офигительно влияет на удобство. Здесь менюра 25,5, но эта гитарка за счёт своей чёткости и читаемости очень хорошо подходит под пониженный строй. В данном случае сейчас она настроена в до. Стандарт до. Но я думаю, что она должна себя хорошо чувствовать так же в дропе. Попробуем. Я раньше работал в музыкальных инструментах. И лет 10 назад туда приходили ребята, которые интересовались как раз стрелами. И просто каждый с**ка второй, каждый с**ка второй приходил и играл что-то такое. Короче, буллетов опять они играли, подлецы. Задолбали. Порожек сделан из чёрного тузка. Ладует 3 мм. Вот симптомс нельзя, бир особо твёрдый. Здесь нету большого какого-то радиуса. Бенду пулять можно просто. Просто сверкает, переливается клён волнистый. Здесь скошена пяточка. Она вся такая гладенькая. Как любит говорить один человек, струя манзони. Гриф он сквозной через весь инструмент. Здесь у нас клён и венги. Три куска клён и два куска венги. Причём здесь специальная переклеечка, чтобы волокна шли под другим углом. Ушки здесь у нас сделаны из отборнейшей альхи. Крышечка у нас кленовая. Топ у нас американский, красивый такой, очень необычный по своей фактуре клён. Хотел бы обратить внимание на то, как красиво отделяется этот клён от ольхи шпончиком из венги. Ребят, мы стараемся, чтобы каждая наша гитара была лучше, чем предыдущая. Честно говоря, в этот раз мы очень-очень старались с покраской. Тёмно-синий контрастирует с натуральным коричневым цветом клёна и ольхи. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь стоит сет датчиков от Фокина. Это Гризли. Одна ручка громкости, она же пуш-пул, который отсекает по одной катушке с каждого датчика. И трёхпозиционный переключатель. Ну что тут сказать? Спасибо вам за внимание. Спасибо, что не убежали. Если не трудно, бахните мне лайк. Напишите комментарий. Я вообще буду рад любой активности. Если есть вопросы по тому, как мы делаем гитары, из чего мы делаем, почему там ставим те или иные датчики. Если вы хотите заказать себе гитарку и у вас есть какие-то там вопросы, сомнения, пожалуйста, пишите. С радостью поболтаем, на всё ответим. Вы наверняка смотрите наш ролик ВКонтакте. Но, если что, есть у нас канал и на Ютьюбе. Мы туда их тоже выкладываем. Поэтому, так как у нас там пустыня и перекати-поле катится, пожалуйста, забегайте туда тоже. Подписывайтесь, будем очень рады. Ну, на этом, пожалуй, всё. Всем банана кастом!